Вы щуритесь и трете глаза, но боль не унимается. Она продолжает пытать вас. Неудивительно, что глаза воспалились. Сколько часов в день вы проводите перед монитором? Не торопитесь открывать очередную упаковку глазных капель. Почему бы вам не попробовать упражнения, которые позволят снять с глаз усталость? Мы начнем с номер один. Закатываем глаза. Чтобы выполнить это упражнение, нужно, чтобы кто-то сказал вам нечто раздражающее. Я шучу. Вы можете выполнять упражнение сидя или стоя. Расслабьте плечи, выпрямите шею, смотрите вперед. Посмотрите влево, затем закатите глаза вверх к потолку. Перемещайте зрачки вправо, а затем вниз к полу. Выполните упражнение пять раз по часовой стрелке, а затем пять раз в обратном направлении. Повторите этот цикл три раза. Чтобы достичь лучшего результата, закрывайте глаза, перемещая зрачки. Это увлажнит их и снимет напряжение с глазных мышц. Номер два. Гимнастика для глаз. Гимнастика позволяет не только размять мышцы вашего тела, а также похвастаться ими. Она поможет вам укрепить глазные мышцы. Вот как нужно выполнять упражнение. Присядьте на удобный стул, смотрите прямо. Переместите зрачки вверх, удерживая шею на месте. Теперь переместите их вниз, сделайте десять повторений. Закончив, посмотрите максимально влево настолько, насколько сможете. Держите шею прямо. Затем переместите зрачки вправо, насколько это возможно. Повторите движение десять раз. Повторите этот цикл глазной гимнастики десять раз. Номер три. Нажатие на глаза. Сядьте в комфортную позу. Закройте глаза. Глубоко вдохните. Нажмите указательным пальцем на веко. Слегка надавливайте на него десять секунд. Дайте глазу отдохнуть две секунды, затем снова аккуратно надавите. Вы сделали одно повторение. Вам нужно выполнить десять. Как вы поняли, выполнять упражнение нужно очень осторожно. Нажав на глаз очень сильно, вы можете травмировать его. Номер четыре. Моргание. Когда вы постоянно смотрите в экран компьютера или мобильного телефона, вы порой не моргаете столько, сколько нужно. Поэтому глаза краснеют и воспаляются. Я не собираюсь просто напомнить вам, что нужно моргать. Существует особый способ снять с глаз усталость. Найдите пустую стену, чтобы ничего на ней не привлекало ваше внимание. Сядьте напротив нее, выпрямите шею, расслабьте плечи. Закройте глаза, подождите 30 секунд, а затем откройте. Повторите действие десять раз. А если вас спросят, почему вы сидите и моргаете перед пустой стеной, просто скажите, что вы упражняетесь. Вы не соврете. Номер пять. Подглядывание по сторонам. Займите удобную позицию, сидя, стоя или лежа. Смотрите точно вперед. Держите шею и голову неподвижно. Переместите зрачки максимально влево. Задержите глаза в такой позиции на три секунды. Теперь взгляните прямо на секунду. Переместите зрачок максимально вправо. Задержите его в этом положении на три секунды. Повторите этот цикл десять раз. А если вы вдобавок будете потирать ладонями друг от друга, начнет казаться, что вы замышляете нечто дьявольское. Номер шесть. Прыжки. Представьте, что оба ваших глаза – прыгающие мячики. Это ужасно. Прекратите. Шутки в сторону. Это забавное упражнение, и вы сможете выполнить его, даже находясь в постели. Для начала займите любую удобную позу. Посмотрите прямо. Вы можете выполнять упражнения как с открытыми, так и с закрытыми глазами. Ваша задача – максимально быстро перемещать зрачки вверх и вниз. Сделайте десять повторений. Прервитесь на пять секунд. Повторите цикл три раза. Номер семь. Массаж глаз. Массаж – прекрасный способ снять напряжение с мышц вашего тела. Но не стоит, однако, забывать про глазные мышцы. Короткий расслабляющий массаж способен помочь им после напряженного созерцания в течение целого дня. Вдобавок, это прекрасно поможет при сухости глаз. Для начала сядьте на удобный стул, расслабьте плечи. Слегка запрокиньте голову назад, закройте глаза. Затем поставьте указательные и средние пальцы на каждое веко. Начните выполнять ими круговые движения. Но вот где кроется тайна. Совершайте движения пальцами на левом глазу по часовой стрелке, а на правом – против часовой. Совершив десять повторений, смените направление движения пальцев на глазах. Номер восемь. Смена фокусировки. Если у вас когда-нибудь были проблемы с фокусировкой, тогда это упражнение определенно для вас. Поставьте стул у окна, присядьте на него. Протяните руку перед собой и выпрямите палец. Для начала сфокусируйтесь на кончике пальца на две секунды. Затем фокусируйтесь на окне в течение этого же времени. Держите руку неподвижно. И, наконец, сфокусируйтесь на любом объекте в окне на две секунды. Например, на здании или дереве. Затем верните фокус на ваш палец. Повторите этот цикл десять раз. Номер девять. Палминг. Вы наверняка знаете, что такое фейспалм. Но приходилось ли вам слышать про палминг для глаз? Естественно, он отличается. Глазам требуется отдых от напряжения, вызванного воздействием света. Это упражнение предоставит его. Стоит отметить, что оно также позволит вам расслабиться и успокоиться. Для начала присядьте на стул. Потрите ладони друг от друга, чтобы согреть их. Затем поставьте локти на стол перед собой и накройте глаза ладонями. Дышите глубоко и равномерно. Расслабьтесь. Напряжение в глазах постепенно ослабнет. Чтобы достичь лучшего результата, выполняйте данное упражнение в течение пяти минут. Номер десять. Движущийся карандаш. Данное упражнение – настоящая тренировка для ваших глаз. Для него вам понадобится карандаш. Ручка, конечно же, тоже подойдет. Сядьте поудобнее на стуле, держите шею и голову прямо. Возьмите карандаш в правую руку. Коснитесь ластиком на его конце кончика вашего носа. Сфокусируйте зрение на ластике. Затем медленно разгибайте руку, продолжая смотреть на карандаш. После этого верните руку в исходное положение, не отрывая взгляда от карандаша во время движения. И снова десять повторений позволят вам достичь желаемого результата. Номер одиннадцать. Отчерчивание восьмерки. Это упражнение улучшит гибкость глазных мышц. Чтобы его выполнить, вам потребуется пустая стена. И немного воображения. Поставьте стул в трех метрах от стены. Представьте на ней гигантскую восьмерку. Затем поверните цифру на бок. Начните медленно очерчивать ее глазами. Помните, что вы не должны двигать при этом головой. Очерчивайте восьмерку в одном направлении две минуты, а затем в другом еще две минуты. Номер двенадцать. Оба пальца вверх. Чтобы держать мышцы глаз в тонусе, максимально вытяните обе руки. Разогните оба больших пальца так, чтобы они находились прямо перед вами. Сосредоточьтесь на кончике правого пальца на пять секунд. Затем посмотрите на удаленный предмет, расположенный между вашими пальцами, еще в течение пяти секунд. Наконец, переместите взгляд на левый палец еще на пять секунд. Закончив, вновь взгляните на удаленный предмет, а затем снова на правый палец. Выполните упражнение десять раз. Номер тринадцать. Невидимые надписи. И снова сядьте напротив пустой стены примерно в трех метрах от вас. Приготовьтесь задействовать ваше воображение. Вам нужно очерчивать глазами невидимые слова на стене. Вы можете начать с чего-то попроще. Например, с вашего имени, а через некоторое время перейти на короткие предложения. Вы сможете оставлять секретные послания. Никто не узнает, что вы там написали своим взглядом. Это самое приятное. Номер четырнадцать. Упражнение двадцать-двадцать-двадцать. Лучший способ сохранить глаза здоровыми, а зрение острым. Избегать предметов, приводящих к зрительному напряжению. Конечно, я не стану призвать вас выбрасывать ваши компьютеры, телефоны или планшеты. Это полнейший вздор. Но вы как минимум можете изменить распорядок вашего рабочего дня, выкроив немного времени для того, чтобы ваши глаза могли регулярно отдыхать от экрана. Если вам приходится подолгу работать за компьютером или вы затеяли очередной YouTube-марафон, прерывайтесь раз в двадцать минут и смотрите на любой предмет в двадцати футах от вас. Это около шести метров в течение двадцати секунд. Видите? Двадцать-двадцать-двадцать. А сколько часов в день вы проводите перед экраном компьютера или телефона? Расскажите в комментариях, как вы справляетесь с усталостью глаз. Обязательно поставьте лайк этому видео, отправьте его друзьям. Нажмите подписаться, чтобы всегда быть на яркой стороне жизни вместе с AdMe.